Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями в этом году снят, но вместе с тем, чтобы избежать неприятных ситуаций, начался мониторинг торговых объектов, на прилавках которых салюты, петарды, фейерверки и другие подобного рода товары. Рейдовые мероприятия проводят сотрудники Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и УВД. Граждане могут приобрести пиротехнические изделия только бытового назначения, не выше третьего класса опасности. Покупать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах, отделах, секциях по продаже пиротехники. Приобретая пиротехнику, гражданам необходимо обратить внимание на наличие на изделии знака соответствия требованиям технического регламента таможенного союза. Она обозначается знаком в виде буквы трех букв ЕАС. Также к пиротехническому изделию обязательно должна прилагаться инструкция по использованию. Хозяин магазина с одноименным названием реализует пиротехнику уже 20 лет. И несмотря на огромный стаж, увидеть инспектора в форме продавец не ожидал, но не растерялся. По словам владельца торговой точки, ему нечего бояться, так как все изделия сертифицированы и документы в полном порядке. К тому же опыт позволяет ему самостоятельно инструктировать каждого покупателя перед приобретением одного из обязательных атрибутов нового года. Пиротехника, она уже под собой подразумевает, что она небезопасна. Поэтому выбрать безопасную здесь не получится. Здесь нужно в первую очередь соблюдать инструкцию, правила пожарной безопасности и как правильно ее эксплуатировать, использовать, устанавливать. То есть все вот эти аспекты, потому что разные пиротехнические изделия по-разному устанавливаются, запускаются, применяются. Поэтому в первую очередь надо соблюдать инструкцию. После покупки пиротехнических изделий очень важно внимательно прочитать инструкцию по применению и знать, где и когда можно использовать взрывоопасное средство. Ведь желание организовать зрелищный салют часто заканчивается физическими травмами, а также несет опасность окружающим. В обоих случаях без ответственности перед законом или медицинского вмешательства не обойдется. Нарушение права обращения с пиротехническими изделиями влечет за собой административную ответственность по статье 24.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. В данном случае при совершении подобного правонарушения нарушителям можно ждать штраф от мере до 10 базовых причин. В случае совершения повторного в течение года аналогичного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до 20 базовых величин с рассмотрением вопроса к офискации предметов правонарушения, то есть пиротехнических изделий. В случае, если использование пиротехнических изделий повлекло за собой причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, а также ущерба в крупном размере, в данном случае рассматривается вопрос о привлечении виновного лица к уголовной ответственности в соответствии с статьей 299 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Впереди новогодние праздники, и каждый хочет получить порцию только положительных эмоций, и этому мало что может помешать. Единственное, что требуется – соблюдать технику пожарной безопасности и не подвергать риску здоровья близких и окружающих. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук ТВ.